блендер 2.91 и сегодня пятница значит выходной значит я бухаю и значит давайте в пятницу попробуем в пьяном режиме сделать вот этого вот персонажа рик да выпивка сегодня значит спирт был пиво было и короче делать короче нефига и давайте вставлять этой кости вот персонаж надо заставить его короче это все двигаться да давайте все это дело сделаем так погнали shift а добавляем как обычно кости да на автопилоте добавляем значит опять же in front это via port display именно вот этот бегущий человечек потом вот этой фигней амовмов все поднимаем и переключаемся в edit mode значит выделяем всю косточку с английская это все дело уменьшаем опускаем ну ниже ремня вот так где-то да и что будем делать а будем мы это дело вытягивать значит выбираем верх кости g опускаем ну где у нас находится вот это именно складка потом еще одну косточку сейчас вытянем по парадонте и еще одна косточка еще одна косточка это доспех потом большая косточка идет потом шея идет и потом идет башка вот так тройка на нампаде все это дело мы выделяем перетаскиваем с помощью мов до позвоночника и на уровне шеи так единицы нампаде что еще сделаем выбираем низ таза это значит те выбираем вот вытягиваем косточку выбираем эту косточку альпи clear parent потом ее подтягиваем именно к ноге и ногу знаете как надо установить вот именно от повыше почему повыше здесь находится таз значит здесь g опускаем до колена тройка на лампаде g выставим на колено так и и и английская опустим до щиколотки значит я еще косточку управляющую вытаскиваем альпи clear parent теперь вытаскиваем еще маленькую косточку это е потому что до вот это вот как до металлической части да ну и короче е е е тут у нас три части семерка на нампаде значит е вот эту часть мы выделяем пардонте вот эту и заднюю кость телешифт семерка на нампаде g так это дело сделано единица нампаде тройка на нампаде значит теперь мы вытаскиваем косточку е это будет управляющая кость коленом мы выделяем альпи clear parent вытаскиваем вперед подсоединяем к этой маленькой кости к первой контролл пики кип-кип-оффсет так контролл пи кип-оффсет следом вот кем еще одну косточку е отсоединяем ее так альпи clear parent разворачиваем ее так теперь g опускаем и подвоем к этой кости ну чтоб они не срослись так единицы нампаде это r и g чуть-чуть в бок ну я думаю так теперь вот эту косточку связан контрол пики поффсет следом единицы нампаде вот эту штукенцию контрол пики поффсет связываем и чтобы у нас таз не проваливался вытаскиваем из этой кости е косточку выделяем косточку вот эту альпи clear parent и с этой косточкой контрол пики поффсет через shift кстати так теперь тройка на нампаде что нам нужно сделать вытянут косточку это е английская выделяем ее альпи clear parent единицы нампаде значит мы отводим вот сюда и поднимаем выше груди вот эта часть у нас проваливаться не должна она должна находиться фиксирована значит привязываем через shift к этой косточке контрол пи кип-оффсет следом что нам нужно нам нужно ключица е вытаскиваем ключицу альпи clear parent значит g опускаем вниз ее перетягиваем но перекручиваем так вот сюда оттягиваем g уменьшаем от до доспеха значит теперь е вытягиваем косточку вытягиваем косточку тройка на нампаде это все е английская значит теперь g вот сюда подключаем семерка нампаде смотрим как тут все установилась опускаем ниже доспеха почему чтобы он потом не зацеплял у нас анимацию вот такая штукенция значит теперь ключицу по моему я подцеплял control пи кип-оффсет нет не подцеплял так теперь единицы на нампаде так пардонте тройка на нападе значит е вытаскиваем косточку маленькую теперь большую и каждому пальцу так вот так control z косточка должна быть отключена и выбрана только головная часть е выбираем так так поближе поставлю плоховая плоховато видно так и вот сюда одну косточку и вот этот штукенцию выбираем и вот сюда косточку теперь единицы нампаде смоем это все дело опущено значит английская перекручиваем g поднимаем еще перекручиваем g поднимаем так теперь поближе станут эти вот эти кости выбираем первую косточку вот эту так и косточку е до конца пальца вытягиваем единицы нампаде g поднимаем теперь выбираем кость правая кнопка мыши сабдивизией сабдивайды ставим на три кости выбираем середину центральную кость и подгоняем все это дело по пальцу вот так смотрим что получилось да конечно кривовато ну не беда это вот с руками такой постоянный геморрой уравниваем g подводим единицы нампаде все вроде попало смотрим со всех ракурсов вроде все нормально так теперь выбираем вторую косточку е до конца пальца так теперь g поднимаем и теперь берем выбираем косточку сабдивизией и теперь на две кости на 3g середину поднимаем так тройка нампаде семерка нампаде смотрим как это все дело выглядит хреново выглядит надо это все дело перетянуть и и р чуть-чуть перекрутить в принципе все попало так теперь выбираем еще одну косточку выбираем ее опять же сабдивайды на три кости g переводим семерка нампаде смотрим как это все установилось и вот вы видите что опять же хреново так теперь g по подводим к пальцу так и вот это дело нужно и перекрутить семерка нампаде перекручиваем g подводим к пальцу так значит единственно пальто тройка на нампаде ну а тут произвольно и короче все это дело регулируем и нижнюю косточку чуть чуть подкручиваем так есть такое дело теперь вот эту косточку g сюда эту g сюда а эту g сюда короче все это дело на выровни и вытаскиваем косточку еще одну алиса достала выделяем сабдивизии так ладно эту потом кость удалим вот эту косточку она у меня появилась alt так дарит короче удаляем бон смотрим как это все установилось и опять же все это дело корректируем ну в принципе нормально нам тебе нужен этот палец и вытягиваем косточку и е вытаскиваем косточку g ее корректируем смотрим со всех сторон выделяем кость сабдивизии и теперь на два на три кости хотя здесь две кости ну пойдет можно было не делить но пойдет так это все дело поправляем все прикольно все классно так единица на паде с этой косточке как обычно вытаскиваем управляющую кость так альпи clear parent и теперь вот эту косточку маленькую с этой косточкой control пи тип offset связываем так это есть это все связано здесь добавлено так вот эта кость это значит у нас получается семерка нам паде так так тройка нам паде значит е вот эта кость вытаскивается альпи clear parent все это дело вытаскивается и связывается вот с этой косточкой опять же повторяюсь тупо походу я удалил control пи keep offset ну и что делаем значит у нас теперь один вопрос почему я не матрос вот это все дело выделяем делаем shift d щелчок так левой кнопкой мыши делаем правой кнопкой мыши мира x global и перетаскиваем на вопрос почему я делаю так можно было поставить здесь вот симметрию и все были симметрично все устанавливаются ну не интересно люблю трудности даем так и вот теперь рассматриваем вопрос вот все что я долбил каждый раз это в роликах понял кто не понял смотрите кости есть так я это все сохраню сейчас файл save as на рабочий стол значит мы это все дело сохраняем и пробуем выделяем нашего персонажа выделяем косточки и делаем control пи with automatic widget вы видите что ремешер вот эта вся модель вот это персонаж он за ремешенный в этом блендер и вот смотрите control пи он начинает выеживаться вот бонхер короче он там что-то шиздит что нам нужно сделать вот этого персонажа значит мы делит он удаляем и делаем такого же только дайна мэш и дайна мэш он принимает получается если он не принимает за ремеш он может в принципе да у меня было такой он не принимает именно ручную ретопологию значит это говно ну как я и говорил да теперь файл импорт значит мы добавляем уже децимейт так диана тут рыцарь и находим тело клмн опрс и тело конец вот ну так назвал пардон вот это у нас идет децимейт и вот децимейт а пардонте дайна мэш дайна мэш минут это корректируем подставляем выделяем значит дайна мэш и кости через shift левая кнопка мыши и делаем control пи вы автоматику и сейчас он оба она и принимает эту хрень все прикиньте так я пиво выпью без геморроя прикиньте да у нее полигонаж сейчас стоит но это я понижу потом децимейтом и короче все нормально но факт он принял да дайна мэш так единственном паде теперь что нам нужно сделать нам нужны же кости почему заходим в эдит мод и мы вытаскиваем значит на единицы и вот сюда вот косточку альпи clear parent тройка нам паде значит в принципе мы можем так и оставить вот так мы или оставим ладно теперь g мы ее подставляем сюда r немножко перекручиваем с можно немножко уменьшить и привязываем от и через shift левая кнопка мыши control пи типа offset так теперь вот эту косточку вот эту косточку делаем shift d щелчок правая кнопка мыши мира из global и move вот это все дело подставляем к этой кости так теперь так теперь выбираем вот эту косточку тройка на нам паде значит эта кость значит е значит альпи clear current отсоединяем r мы и перекручиваем g подставляем вот этой кости и с этой косточкой shift левая кнопка мыши control пи так пардонте чё тут control пи keep offset связываем вот увидите что а я уже добавил эти кости все пардон делить бон вот у нас есть уже вот эти вот косточки я их вставил до единицы нам падей значит эту g сюда а это g сюда ну в принципе все теперь нужно настраивать вот эти все доспехи так выбираем львов делаем shift d щелчок отключаем одних львов теперь заходим в edit mode включаем рентген выбираем одного льва делит вертиксы возвращаемся в обжиг мод включаем львы первая часть да и вот эту часть выделяем edit mode и короче все это дело делит вертиксы так object mode включаем видимо всех доспехов нам теперь понадобятся вот эти вот причиндалы именно нижняя часть как защитная ног до единицы нам падиши в д мы делаем дубликат опять же это называется как и не называется так это щитки один щиток открываем закрываем выбираем щиток edit mode и у так выбираем значит дэвид вертикс и обжиг мод выбираем вторые щитки и выбираем этот щиток edit mode game over дал его вертиксы так обжиг мод включаем все щитки что у нас тут еще присутствует вот вот эти части тоже делаем shift d щелчок это значит рукава одни рукава отключаем выбираем рукава и заходим в edit mode выбираем при включенном повторюсь рентгене чтобы все вершины ребра полигоны выбирались одновременно значит дэвид вертиксы заходим в обжиг мод и выбираем еще рукава и убираем этот рукав вот этот и заходим в edit mode и убираем дэвид вертиксы так все обжиг мод и все причиндалы возвращаем на место так что у нас тут еще присутствует значит да и все в принципе все теперь идет настройка выбираем одну голову льва через shift выбираем косточки заходим в пост мод выбираем именно вот эту косточку которую мы прицепили делаем control пи бон так он тролл z он тролл пи бон теперь заходим в обжиг мод выбираем второго льва выбираем через shift левая кнопка мыши косточки опять же пост мод выбираем вторую косточку control пи значит это опять же бон все это дело прикреплено теперь нам нужно выбрать вот эти причиндалы и через shift левая кнопка мыши пост мод выбираем вот эту косточку inverse kinematic control пи бон так теперь значит обжиг мод выбираем эту штуку опять то же самое control пи так выбираем эту косточку контрол пи бон это все дело сделано заходим обжиг мод нам теперь нужно настроить вот эти скороходы скороходы мы выбираем тоже косточки посмотрим выбираем вот эту косточку одну control пи бон заходим так колесико обжиг мод заходим выбираем еще один это причин дал control так просмотр и вот эту кость control пи бон все это дело выбрали единицы нам падим все нормально вы видите связи тут идут да вот эти обжиг мод выбираем теперь кости давайте их под настроим посмотрим выбираем вот эту косточку и вот эту control пи так control шифт c inverse kinematic и поставим ее на две кости выбираем вот эту косточку и вот эту control шифт c inverse kinematic и поставим на две кости так теперь ставим вот эту косточку и вот эту control шифт c inverse kinematic на две кости так а пардонте control z control z control z выбираем вот эту косточку выбираем вот эту косточку выбираем вот эту косточку так control z control z а куда я такой сделать опа здравствуйте и что это такое так ищем эту косточку д заходим выйдет мод и куда-то она пропала почему так значит е значит G ну не было косяков не было опыта да теперь значит облик мод выбираем опять косточки и заходим посмотрим так значит вот эта косточка и вот это ctrl пи ctrl шифт c inverse kinematic значит на две кости вот все нормально куда кость пропала я ее в душе не парю inverse kinematic на две кости так что у нас тут еще выходит значит так вот эта косточка и на эту ctrl шифт c inverse kinematic так на две кости и вот это тоже ctrl шифт c inverse kinematic на две кости так это мы все дело настроили единицы нам падим что нам нужно сделать так давайте теперь object мод и нам нужно привязать значит вот эти вот части это ремень ремень мы привязываем костям вот к этим ctrl пи with empty group значит теперь добавляем только ремень так его и добавляем значит и добавляем значит дата дата трансфер выбираем нашего персонажа потому что все привязано к нашему персонажу так теперь вертикс дэйд вертикс групп выбираем жилет так же мы его привязываем ctrl пи with empty group выбираем жилет добавляем дата трансфер так все это дело делаем и опять же то же самое все по прошлым роликом теперь что нам нужно сделать нам нужно привязать вот эту кольчугу опять же костям ctrl пи with empty group находим значит нашу кольчугу нажимаем на модификаторы и находим дата трансфер находим нашего персонажа можно кисточкой можно из списка теперь вертикс дэйд вертикс дэйд вертикс групп все настроено нам теперь понадобится рубашка вот она рубашка мы ее через shift левая кнопка мыши ctrl пи привязываем так with empty group выбираем теперь рубашку и добавляем ей опять же дата трансфер привязаться к персонажу и вертиксами и вертиксами все это есть дело так что я еще забыл так вот этого штаны штанишки через shift ctrl пи with empty group выбираем штанишки добавляем опять же дата трансфер добавляем пипетка именно персонажа добавляем вертикс групп все настроено ну а теперь вот эта основная часть это значит выходит а я ее уже привязал у меня рубашка связано вот с этими доспехами да все нормально единственном паде так выбираем кости а вот еще что единица нам паде тройка на нам паде выбираем кости edit mode выбираем косточку и alt p clear parent вытягиваем сюда привязываем голове ctrl пи keep offset опускаем косточку вот эту пониже так и вот сюда можно даже с чуть-чуть уменьшить теперь заходим в object mode выбираем вот эту вот маску опять же move так где она у меня все привязано именно к пивоту и вот сюда и отводим почему потому что сейчас мы возьмем выберем маску выберем кости и выберем кон так под не control пи а выберем посмотрим выберем вот эту косточку и сделаем control пи бон вон для чего чтобы когда мы выберем косточки а вы еще у меня шлем остался шлем привязываем пост мод голове control пи бон так все это дело есть object mode выбираем только кости и заходим в пост мод единица нам паде давайте проверим как тут все работает так и что он покажет вы видите что насколько так это вот так вот так работают доспехи вот почему потому что доспех привязываем другой косточки вот так все ничего тут нам не мешает нам можно еще кстати он ползет руки настроить как я раньше показывал копи локейшн так смотрим маску как маска работает так выбираем маску с помощью мофф мы ее под собачьим к персонажу вот такая штукенция если мы захочем ее перекрутить мы ее просто перекрутим вот так так контролл зет так пост обжиг нот так они посмотри я еще не все показал и так смотрим смотрим как работает тело так выбираем косточки жмем и так и какой тут выходит косяк меня тут отвлекли немножко так пардонте значит если мы выбираем косточку и начинаем ее крутить у у нас все привязано кроме доспехов да и теперь заходим в обжиг нот выбираем значит наши доспехи заходим в модификаторы и применяем просто модификатор потом мы выбираем значит то что не прицепилась вот это так единицами тройками на паде выбираем косточки заходим в посмот выбираем кость опять же и р так теперь шлем отцепился пардонте единицы на паде обжиг нот выбираем значит шлем опять же его прицепляем аппли и тройка на нам паде и у так вот выбираем кости значит теперь заходим в посмот и пробуем опять все наклоняется все прикреплено так единицы на нам паде смотрим как работают руки вы видите что доспехи нормально работают даже косточку вот эту здесь еще одну можно поставить ctrl-z чтобы доспех лучше держался так тройка на нам паде и попробуем поднять ноги да g ага штаны те не прикреплены ctrl-z выбираем object mode выбираем штаны вот эти все и все это дело аппли выбираем так это нормально это принято значит доспехи приняты нормально так теперь значит опять же косточки и выбираем посмот единица нам паде g все работает тройка на нам паде ногу поднимаем g все работает единственное что нужно еще веса настроить вот этой задней части или отделить эту заднюю часть вот эту так где она тут вот этой задней части ее отделить и привязать ее какой-нибудь другой кости ctrl-p bond так ну и вот эту переднюю можно вот так все нормально тройка на нам паде единица на паде ctrl-z все работает выбираем g он приседает все работает доспехи ctrl-z работает вы видите что работает лев смотрите как он работает классно так так g вот и вот кисть работает уже в доспехах вообще вообще ну вообще бомба так единицы на паде ctrl-z ctrl-z все нормально все всем пока до свидания я продолжаю бухать вам вот такая информация именно по доспехам теперь в следующем ролике это завтра наверное я сделаю меч сделаю щит ну а там возможно сделаем анимацию все всем пока